Здорово, это Шамшурин. Поговорим про комфортозависимость и о том, что это ни хрена не мужские энергии. То есть смотри, сейчас вообще пик в обществе комфортозависимости. То есть люди стали настолько комфортозависимые, настолько слабые, настолько нежелающие преодолевать себя, идти в дискомфорт, заставлять себя что-то делать. Я говорю про мужчин. Что просто превращаются в каких-то домашних овощей. И это исключительно сугубо не мужские, а женские энергии. Женщина стремится к комфорту, к тому, чтобы все было хорошо, к воспитанию детей в комфорте, в безопасности и все прочее. Мужчина всегда был добытчиком, всегда чего-то достигал и так далее. В этом и есть секрет притягательности для женщин. Когда женщина чувствует, что ты мужик, который способен себя где-то заставить, преодолеть, превозмочь, решить какой-то вопрос, ты легко идешь в любой дискомфорт, легко принимаешь любой выбор. Вызов. Тогда женщина реально чувствует в тебе это на каком-то, если хочешь психологическом, если хочешь биологическом, или даже каком-то там, не знаю, биохимическом уровне. То есть у женщины есть это чутье, эта интуиция, она заточена под такого мужчину, чтобы найти себе такого мужика. И именно эти мужские качества и притягивают к себе женщин. Но парадокс в том, что мужчины же продолжают лежать на диване и пинать, они продолжают не решать вопросы, то есть вместо того, чтобы, знаешь, заставить себя подойти к женщине, которая ему нравится, там он ее видит каждый день на работе, вместо того, чтобы пойти к директору и сказать, слушай, повысь мне зарплату, вместо того, чтобы решиться уже наконец-то на переезд в другой город, может быть пойти к соседям, сказать, что вы уже затрахали, там шуметь ночью, решить какой-то вопрос, заставив себя пойти в этот дискомфорт, который чаще всего мнимый, чаще всего слишком накрученный, они продолжают лежать на диване. И они в поисках реализации своих потребностей, да, то есть в поисках путей реализовать свою потребность, они ищут и выбирают все больше и больше пути в обход, о чем я говорю. Допустим, у каждого мужчины, абсолютно у каждого мужчины есть потребность в женщине, секс, отношения, семья и так далее, у кого-то что-то свое. Но вместо того, чтобы напрямую, да, мне дискомфортно, мне неудобно, вдруг не откажут, меня пошли, вот эта вся блевотня ваша слабая, вместо того, чтобы заставить себя, я мужчина, я решительный, я пойду и сделаю, вместо того, чтобы пойти это сделать напрямую, эти вот мужчинки слабые все больше и больше выбирают так называемые пути в обход. Абсолютное большинство мужчин просто пустилось в порнозависимость. Да, я хочу секса, но вместо того, чтобы пойти и вот получить этот секс, я лучше включу там какой-нибудь xxxy.com. Другие мужчины, наоборот, решают, что надо воздерживаться. Они вот где-то эту блевать не услышали, потому что сейчас очень много гуру в интернете, которые подсовывают вам то, что вы хотите услышать. Вернее, что хотят услышать ваши слабости, ваши вот маленькие пенопластовые яички. Они говорят, надо воздерживаться, и мужчины пускаются в воздержание. Три-четыре месяца я буду воздерживаться, хотя это достаточно тяжело. И потом, якобы, женщины сами начнут на меня бросаться, залазить на девятый этаж, стучаться в окно и говорить, открывай, я пришла, я тебя хочу. Следующие, они начинают выбирать путь повышения тестостерона. То есть они углубляются в это, читают какие-то материалы, то есть они начинают употреблять какие-то гормонозаменяющие препараты, которые вам просто впихивают вот эти люди, которые вас наебывают, которые говорят, включишь свой тестостерон, активируешь его, и все у тебя будет хорошо. Конечно, прям бабки, вот с самолетом пролетит самолет и скинет тебе два мешка с двумя миллионами долларов. Женщины будут ходить мимо и просто вот так вот набрасываться на тебя. Да, так и будет, конечно. И как мне написал один товарищ в нашем телеграм-канале, кстати, ссылка здесь, если ты еще не подписан, ты можешь подписаться, там очень-очень круто. И он пишет, что я вот набрал тестостерон, поднял его, я хожу в качалку, и я вижу, как девушки на меня жадно смотрят, с желанием косятся, строят глазки. Но, цитирую, он пишет, а дальше-я тормоз. Получается, что толку? То есть человеку надо было проделать какой-то большой путь, чтобы узнать, что женщины, оказывается, не будут проявлять инициативу. Любая нормальная женщина не будет проявлять инициативу. Инициативу проявляют только девушки, которые тебе, как правило, не нравятся, некрасивые для тебя, либо женщины, которым от тебя явно что-то нужно. И это прям факт, это закон жизни. Все остальные женщины, у них есть страх быть легко доступной. То есть они не будут проявлять инициативу. Даже если ты красавчик, ты им очень сильно нравишься, они, может быть, как-то вот что-то намекнут. Но никогда не будет такого, что они сами, почувствовав тебе там тестостерон, мужскую энергию, или какую-то еще херню, пойдут с тобой знакомиться. Не будет такого. И все ваши способы, которые выбираете вы, слабые, если вы здесь, стоп. И все способы, которые выбирают вот эти слабые мужчинки, от которых только одно название, способы в обход, они не работают. Потому что рано или поздно ты перестанешь дрочить, ты там накачаешься тестостерон, сожжешь каких-то таблеток там для этого, не знаю, накачаешь пресс, заработаешь себе там нужную сумму денег, хотя, может, и не заработаешь. Это еще тоже такой вопрос. И когда, это тоже другой вопрос. Ты же себе внушил, что когда вот это все у меня будет, женщины сами будут на меня кидаться. Не будет такого. Рано или поздно реальность столкнет тебя башкой просто с этой точкой, где ты поймешь, что а где мои женщины? Только потому, что тут другие законы работают. Тебе надо понимать, как устроена женская голова. Не будет женщина проявлять инициативу сама. Не будет. И единственный способ получить женщин, закрыть потребность в сексе, в семье, в отношениях, в теплоте, в любви и всем остальном, это непосредственно идти и общаться с женщинами, знакомиться, ходить на свидания, выбирать, отстаивать, учиться отстаивать свои границы. То есть, потому что женщины, они те еще манипуляторы. Единственный способ решить эту проблему, сука, пойти и решать эту проблему. А не обманывать себя вот этой всей херней только потому, что ты слабый и ленивый человек. И в этот момент, когда ты столкнешься уже с этой реальностью, тебе придется сделать выбор. Где ты должен будешь осознать следующее? И выбрать сильное звено эволюции, либо я слабое, никчемное существо, ни на что не способное. Даже размножиться не способное. И как я уже говорил, умение преодолевать себя с женщинами, получать нужных женщин, это единственный, самый эффективный тумблер, кнопочка, переключатель для того, чтобы активировать в себе свой сильный мужской ген. И когда ты активируешь его в себе, через взаимодействие с женщинами, все остальные сферы, в том числе финансовая, сфера общения, сфера окружения, они тоже начнут подтягиваться. Как тебе это сделать? Ты можешь сделать это самостоятельно, а можешь сделать, используя возможность, которую я сейчас тебе предоставлю. Мужчина – это еще и тот, кто использует возможности. Не щелкает клювом, хватает и получает свое. Значит, с 8 числа, с 8 сентября по 10 я проведу очередной свой практический онлайн-марафон по знакомствам с женщинами. Это очень крутая штука, которую мы давно не проводили, возможно, ты слышал о нем раньше, и мы сейчас по многочисленным просьбам решили его возобновить. С 8 сентября по 10 сентября ты будешь знакомиться с самыми лучшими девушками твоего города, с моей личной поддержкой. Марафон называется «Шамшурин всегда рядом», потому что я лично буду звонить каждому участнику по телефону, по видеосвязи. Мои друзья, мои тренеры, мои коллеги будут это делать, и у тебя будет такая возможность вместе с нами выполнить все эти упражнения, практики и задания. Легкие и сделанные по нарастающей, и за 10 дней уже научиться знакомиться и соблазнять самых лучших девушек твоего города. И это на самом деле самое крутое и полезное, что ты можешь получить от меня на расстоянии. То есть, когда рядом тренер, почему-то многим намного легче выполнять какие-то практики, упражнения, подходить к женщинам. То есть, как будто бы ты складываешь ответственность на тренера. И я, и мои коллеги, мы будем рядом с тобой. Это будет 10 дней нашего участия в твоей жизни. И именно сейчас у тебя есть возможность напрямую, без самообмана, решить свой вопрос с женщинами. Не тратя на это 3, 4, 5, 6 месяцев, год, на все эти тестостероны, всю эту херню. Потому что, еще раз, единственный способ получить натуральную мужскую энергию – это включить в себя мужика, а не искать какие-то легкие пути. А все нежные принцессы, ватрушечки, пирожочки слабые, которые, все-таки, предпочитают, там, накачать тестостерон, там, заработать деньги, что-то еще сделать, воздержаться, вам точно не надо на этот марафон. Я приглашаю только мужчин, которые хотят все поменять. За 10 дней вы реально измените свою жизнь кардинально. Я приглашаю вас на марафон, ссылка здесь внизу, количество мест ограничено, продажи на него откроются с 5 по 7 число, то есть только в эти дни, по баснословно дешевой цене, ты можешь вписаться в эту самую глобальную движуху от Шамшурина и даже найти себе коллег и друзей в своем городе в общем чате марафона. Все, ссылка здесь внизу, увидимся.